Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Мария Сунхалерова и Ольга Степанова, у микрофона редактор Сергалана Антонова. Спортивная конкуренция, состязательность – это мощнейший фактор воспитания сильных и здоровых людей. Поэтому я предлагаю возродить спартакиаду учащихся республики. Эти слова принадлежат главе Республики Саха Якутия Асену Николаеву. Второй год после шестилетнего перерыва у нас в Республике проводится спартакиада школьников. Это настоящая проверка состояния и уровня развития физкультуры и спорта в районах и городах Якутии. Итак, какие виды спорта входят в программу спартакиады? Где и когда будет проводиться финальная часть? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. Итак, это руководитель отдела по развитию спорта Республиканского ресурсного центра «Юные якутияне» Николай Николаевич Гуляев. Здравствуйте! Здравствуйте! И главный судья спартакиады учащихся Юрий Сергеевич Балаганский. Добрый день! Добрый день! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЯТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Николаю Николаевичу. Давайте вспомним спартакиаду прошлого года, когда после шестилетнего перерыва наконец-то была проведена спартакиада. Сколько тогда человек приняло в ней участия, да, и какой была вовлеченность наших детей в спорт? Еще раз добрый день! Ну, в прошлом году, в 2023 году, по указу Илдархана, возобновлен спартакиад учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне. Ну, это мероприятие проводилось в течение года, и как финальный час спартакиаду проводили в Якутске. И получилось, что провели эти мероприятия спартакиад учащихся Республики Саха-Якутия, спортивные якутяне, в начале июня. И по итогам спартакиады на весь год приняли участие 63 тысячи учащихся. Есть муниципальный этап, то есть школьный этап, муниципальный этап и финальный час, региональный этап. То есть, исходя из этого, дети сперва провели, то есть организаторы провели в школьном этапе, согласно положению, по регламенту. И потом муниципальный этап провели, потом в финальный час они приехали. В финальный час, то есть, сперва это мероприятие совместно с Министерством спорта, физико-культурно-спорта и Министерством образования и науки. И, конечно, эти соревнования проводились в первенстве. Все первенства провели в Министерстве физико-культуры и спорта, а в финальный час провели в Министерстве образования и науки. Вот в таком формате мы провели в прошлом году. Были ли какие-то достижения у наших школьников, то есть, смогли ли они выполнить, например, нормы и так далее? Да. Ну, как вы все знаете, что в финальный час попадают сборные команды Улуса, поэтому те дети, которые имеют уже соответствующие разряды по отдельным видам спорта, в прошлом году проявили 27 видов спорта. Поэтому те дети, которые в составе сборной команды Улуса, они имеют соответствующие разряды. Поэтому подготовленные ребята защищали честь Улуса в первенствах и в финальной части спорта-киады. Давайте теперь идем к текущему уже году, да? Сколько всего соревнований, видов спорта входит в программу в этом году? Так, ну, в отличие от прошлого года, в прошлом году 27 видов было, а в этом году 29 видов спорта. Такие добавились? Так, и исходя из этого добавились такие виды, как спорта, гиревой спорт, лёгкоатлетиков ВЗ. Кстати, вот все спорта-киады, которые проходят по итогам, то есть в 2024 году и в 2023 году соблюдены виды спорта, которые могут участвовать дети ограниченными возможностями. Поэтому те виды, которые мы провели, то есть проводятся в данный момент совместно с Министерством спорта, физико-культуры спорта и Министерством образования. Поэтому в данный момент 9 видов, которые мы можем провести в финальную часть спорта-киады, это Намс, Коммунусе, село Намсы. То есть в данный момент сейчас планируется провести это мероприятие, финальную часть спорта-киады с 5 июня по 9 июня. Вы сказали, что очень важный такой момент, что дети с ОВЗ не остались в стороне именно от этих соревнований. Им тоже уделено внимание. Да, кроме, да, это начало января, то есть они провели первенство полеокатлетики среди лесов ОВЗ. Кроме этого, этих видов, они могли бы участвовать в таких видах, как теоретический час конкурса, который мог бы они участвовать в таких видах спорта. Поэтому те дети, которые относятся к ограниченными возможностями, они имеют право участвовать в этих спорта-киадах. Все ли виды соревнований войдут в финальную часть и в скольких дисциплинах, например, можно принять участие одному участнику? Скажем, ребенок, вот, например, и бегает хорошо, да, и в прыжках у него достижения, да, и так далее. В данный момент все 29 видов спорта, которые имеют право участвовать в муниципальной, то есть в сборной команде, да, они имеют. Но в данный момент один участник мог бы принять участие в финальной части спорта только двум видам спорта. А в финальной части относятся такие виды, как вольная борьба, легкая атлетика, шашки, шахматы, бокс, массерестлинг, волейбол, гиревой спорт и стрельба. Из этих видов спорта, вот, например, волейбол, отборочные. Восемь сильных команд, которые могли бы участвовать в финальной части спорта-киады. На днях вот провелись такие мероприятия, волейбол, отборочный час в Черепчинском улусе. И вот гиревой спорт тоже провели отборочным. Поэтому те, кто попали в места, они могли бы участвовать в финальной части спорта-киады, который пройдет с 5 по 9 июня в село Намса, нам с колуса. Вот мы сказали о том, каким образом проходит соревнование. То есть, сперва это состязание в школах, затем уже на улусном уровне, да, и затем уже идет у нас финальная часть. Я знаю, что есть группы команд участников спорта-киады по улусам. Вот как здесь идет распределение вообще, по какому принципу? Да, и в прошлом году, и в этом году есть такие группы, которые могут участвовать к этим спорта-киадам. Значит, разделены на 4 группы. Это первая группа свыше 4000 обучающихся. В этом группе относятся такие улусы, как Алданский район, первая группа, Таквируинский улус, Ленинский район, Кангаласский улус, Мирнинский, Намский, Нюрбинский, Нюрнгиринский, Сунтарский, Кангаласский, Егор-Якутск. А в второй группе менее 4000 обучающихся. Это Амгинский, Верхневолийский, Горный, Жатай, Олегминский, Татминский, Усалданский и Черопчинский. А третья группа, это свыше 900 обучающихся. Это в основном северные улусы. Булунский улус, Барихаянский улус, Кабейский улус, Амиконский улус и Среднеколымский улус. Тампонский район и Усмайский район. А четвертая группа, менее 900 обучающихся. Это в основном арктические улусы. Муноципальный район Абыйский, Аллаиховский, Аннабарский, Верхнеколымский, Жиганский, Момцкий и Нижнеколымский. Все улусы в этом году подтвердили о том, что будут участвовать в этом. Спартакиад учащихся, Республика Саха-Якутия, спортивные якутяне. Дорогие друзья, я хотела бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а следующий вопрос звучит так. Как вообще утверждали судейскую коллегию Спартакиады? Да, вот хотелось бы узнать. Ну, это процедуры есть такие, что главный судья и судейский состав по 20 видам спорта полностью уже утвержден. Главным судьей является Юрий Сергеевич Балаганский, зам главного судьи Макара Пенекентий Петрович, главный секретарь Тукайна Ася Васильевна, зам главного секретаря Ширяев Константинов Анасевич. Вот в таком составе есть главный судейский коллегия, мог бы проводить это мероприятие. И поэтому утвержден судейский коллегия Республики Саха-Якутия и утвержден министром спорта, физической культуры и спорта Леонид Николаевичем Спиридоновым. Хорошо. Юрий Сергеевич, добавите? Ну, Николай Николаевич, в принципе, все сказал. Там добавлять нечего. Ну, сейчас у нас проходит муниципальный этап, да, улусный. Можно ли подвести какой-то вот средний итог соревнований, да? Нет, на сегодняшний день уже у нас идут второй этап спорта Киады. Это значит, из 29 видов спорта, как Николай Николаевич сказал, у нас уже проведено 14 видов спорта. Сегодня у нас заканчивается 15 вид спорта в Алдане, это лыжные гонки. И сегодня же начались еще два вида. Это в Бердегастяхе по пулевой стрельбе. И здесь, в городе Якутске, среди школьных спортивных клубов. Так, ну вот, если сказать по 14 виду спорта, который уже прошли, вот назвали, да, 4 у нас группы есть. Значит, в первой группе я могу назвать тройку лидеров. Пока вот на середину спорта Киады это Якутск, Намский улус и Хангаласский улус. Также во второй группе это Чуропчинские, Верхневилюйские и Татинские районы. В третьей группе Кобяйские, Аймеконские и Булунские районы. И в четвертой группе Оленевские, Жиганские и Момские районы. Вот они пока на сегодняшний день в своих группах идут лидерами. А вот мы сказали о том, что в прошлом году в Спарта Киаде приняло участие 63 тысячи, да, школьников. А каковы цифры в этом году? Вы можете озвучить? В данный момент сейчас общая цифра в прошлом году была по окончании Спарта Киада 63 тысячи учащихся. А в данный момент сегодня уже имеем 63 тысячи учащихся. Это школьные, муниципальные этапы. И поэтому охват сейчас в этом году больше стало, поскольку уже у Лусы готовятся сейчас в финальной части Спарта Киады. Я думаю, что еще цифры участникам Спарта Киады добавится больше, 70 тысяч, больше наверняка будет. Еще больше будет. Ну что же, мы надеемся действительно, что количество школьников, которые хотят принять участие в Спарта Киаде, действительно будет увеличиваться. А насколько жестко вообще соблюдаются правила настоящих соревнований? Я хотела бы главному суде задать этот вопрос. Вообще все как у взрослых? Да, соревнования проводятся по тем правилам, которые установлены и проводятся российские и международные соревнования. Это по каждому виду спорта так. Если, например, сравнить детскую Спарта Киаду с взрослыми, которые у нас в республике проводятся, игры манчары или игры народов, они, например, проводятся раз в 4 года. А вот Спарта Киада школьников в республике, она будет проводиться ежегодно. То есть и охват детей будет больше, и профессионализм, наверное, наших детей будет возрастать. Мы надеемся, что с каждым годом массовость этой Спарта Киады будет только расти, и также будут новые виды спорта прибавляться. Вот как с прошлого года добавились 3 новых вида спорта. Я знаю, что на днях в Министерстве образования прошло совещание о финальной части Спарта Киады учащихся. Вообще какова готовность? Ну, в данный момент финальный час проводится в Намском улусе, в село Намса, и мы сегодня благодарны администрации Намского улуса и организаторам. Но как в этом году настало, в 2024 году, уже организовали отдельную, то есть организовали дирекцию Спарта Киады учащихся в Намском улусе, который возглавляет Григорий Вячеслав Титович. И в данный момент ежегодно мы с ними созваниваемся, и на днях было такое совещание Министерства образования, где были подняты вопросы, которые имеются по размещению, по питанию, по меню. Соответственно, специалисты в этом присутствовали. И один есть такой момент, что мы должны учитывать сдачи ОГЭ и ГЕ. И поэтому есть вариант проекта, который мог бы создавать программу, чтобы они вовремя сдали ОГЭ, чтобы без никаких проблем. И поэтому все варианты учитываются в данный момент для проведения Спарта Киады учащихся. Ну, действительно, это очень ответственный период, когда у нас школьники сдают и ОГЭ, и ГЕ, как вы сказали. Есть выпускники, которые затем будут уже поступать в другие учебные заведения. И, наверное, очень сложно, когда и экзамены надо сдавать, и к соревнованиям готовятся. То есть для школьников действительно наступает очень такой насыщенный, можно сказать, тяжелый период. Да, да, да. Когда нужно помочь им как-то справиться. 6 июня есть ОГЭ по математике, и поэтому учащийся, который мог бы сдавать и ОГЭ, и мог бы сдавать, то есть участвовать в Спарта Киадах. Поэтому вот последним совещанием Министерства образования были подняты такие проблемы. И в дальнейшем, в будущем составлен, то есть сейчас для утверждения составлена программа проведения Спарта Киады, финальной части Спарта Киады. И на днях все это будет известно. В данный момент сейчас с 5 по 9 стоит. Но есть проект, который мог бы начать чуть попозже. На днях все это будет, комиссия будет утвердить, тогда будем огласить по всему республику. Хорошо. Ну, давайте опять обратимся к главному суде. Да, действительно, у нас, например, по результатам Спарта Киады ребята получат медали. А вот есть какая-то программа, которая поощряла бы педагогов, которые занимались ними, тренеров и так далее? Ну, это, скорее всего, не программа. Вот как раз в этом году, в текущем году, 12 февраля, вышел указ нашего главы, главы республики Айсена Николаева, по номерам 209, о единой денежной выплате лучшим тренерам, тренерам-преподавателям, учителям физической культуры и спорта, подготовившим чемпионам, чемпионов Спарта Киада, учащихся республики. Это будет единовременная выплата, премия, это будет ежегодно. По всем 29 видам спорта будут выявлены лучшие тренера или учителя физической культуры. И по итогам Спарта Киада каждый из них получит по 100 тысяч рублей. Ну, я думаю, это будет очень хорошее вознаграждение, весомое. Да, это очень хороший стимул для тренеров и учителей физической культуры. Мне хотелось бы, как у организаторов соревнований, спросить у вас, вообще, какие отзывы поступают к вам от педагогов, например, от родителей, что они говорят о Спарта Киаде, может, какие-то предложения свои вносят и так далее. Ну, в данный момент, когда мы утверждали это положение, основываясь на прошлом году, и все представители УЛУСы, которые мы провели в прошлом году, специалисты физической культуры и спорта, они отзывались на лучшие, потому что те дети, которые в прошлом году участвовали, уже немножко повзрослели и остались сейчас замены, поэтому у детей есть большой стимул, которые могут участвовать в финальной части Спарта Киады. И первенство, которые могут получить нужные баллы для УЛУСа, это очень большой стимул. В прошлом году все сборные составы, которые участвовали в парадах, они такие формы получили от сборной команды УЛУСа, и поэтому те дети, которые могут участвовать и в этом году, еще, думаю, что больший интерес для участия в финальной части Спарта Киады. Ну и со стороны руководства УЛУСа получается очень большая поддержка, да? А вот как обеспечивается транспортная доступность участников, например, северных УЛУСов, северных районов, действительно доехать вот сюда, в город, доехать до Намцев, до Финайла, это не так просто в финансовом плане? Да, в прошлом году и в этом году, конечно, вот арктического УЛУСа, есть финансовая поддержка для от места жительства до Якутска. И исходя из этого, вот 13 арктического УЛУСа сборной команды, 10 участников оплачивает министерство, то есть правительство. И те участники, которые могут участвовать, 10 участников, они по маршруту из места жительства до Якутска, и они могут участвовать в спартакиадах. Поэтому один конец проезда оплачивается арктическим УЛУСом. Действительно, спартакиады учащихся – это очень мощный стимул в подготовке юных спортсменов, и международные игры «Дети Азии» у нас на носу. Конечно же, хотелось бы услышать пожелания нашим юным спортсменам. Ну, уважаемые радиослушатели, в этом году год детства, год семьи, и поэтому, согласно по календарным планам, проводится развитие детского спорта очень много мероприятий по линии Министерства спорта, по линии Министерства образования. И хотелось бы пожелать, чтобы дети, которые занимаются спортом, ежегодно, ежедневно, ежечасно, может быть, поэтому хотелось бы получить, чтобы они своими занимались каждодневно, каждый раз. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный и актуальный разговор. Дорогие друзья, мы говорили о спартакиаде учащихся Республики Саха и Якутия, а впереди нас ждет рекламный блог. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 12 апреля круглую дату 50 лет отметит Музей космонавтики и авиации имени Жиркова. Кроме того, 6 лет исполняется Дюбсинскому детскому технопарку имени Никифорова-Кюлюмдюр. В образовательном комплексе сегодня работают лаборатории по техническому направлению, робототехники, аэрокосмической инженерии и многие другие направления. Но ранее, как вы знаете, всесоюзную известность селу принесло, конечно же, открытие первому в Якутии Музея космонавтики и авиации. Итак, кто стоял у истоков образования музея? Какие уникальные экспонаты содержатся в его коллекции? И как он влияет на развитие творческих способностей детей? Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостем нашей студии. Это старший методист Дюбсинского детского технопарка Гаврил Гаврилевич Кудрин. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, Гаврил Гаврилевич, давайте вот все-таки начнем с самого начала. Накануне Дня космонавтики вспомним, когда же был создан Дюбсинский музей. Кто стоял у его истоков? Пожалуйста. Здравствуйте. В 1974 году наш уважаемый жиркоп Иван Данилович, учитель географии, основал музей космонавтики и авиации. Это является первым музеем в Дальнем Востоке и единственным в нашей республике. Иван Данилович с детства хотел стать летчиком. Он стал учителем географии и воплотив свою мечту. Он в 1974 году основал музей космонавтики и авиации. И одновременно вел кружок авиамоделирования, то есть ракетамоделирования. Ну там сначала они начали с детьми собирать значки, которые посвящены Юрию Алексеевичу Гагарину. Да, по этой тематике. Да, с этого они начинали собирать экспонаты про космонавтики. Потом наши дети начали собирать разные значки по телевизору. И они стали участвовать в разных выставках и начали делать из подручных средств ракеты, модели ракет. Разные космические корабли из подручных средств они начали. И они тоже впоследствии стали экспонатами в музее. Да, они вот на сегодняшний день стоят в нашем музее. Это уже в нашем музее более 7 тысяч экспонатов. Это по 25 направлениям. Там начинаются слепки вот с пластилина, там с глин. И вот заканчивая с вертолета Ми-2. И вот в этом году у нас радостная новость. И я хочу поделиться. Вот на днях, несколько дней назад, в нашем музее подарили самолет Ан-24. Здорово. Да, мы всей селой там собираем этот самолет. Да, это очень радостная новость. И при входе в селе там с правой стороны собираемся в этом году открыть сквер имени Ивана Даниловича Жиркова и Анны Петровны Жиркова. С правой стороны там сразу будет стоять вертолёт и самолёт. Ну, вообще, ваш музей действительно очень уникальный, можно сказать, объект, который находится в вашем селе. И я слышала, что вот основатель музея, когда ездил по Союзу тогда, да, он прямо вот из каждой поездки привозил обязательно что-то, что могло стать экспонатом музея, да? Да. Не только Иван Данилович сам. И дети тоже с собой взяли разные интересные экспонаты. Там открытки, значки. И ещё вот детям подарили, ну, дети из других регионов, нашим детям подарили маленькие ракеты, самолётики разные маленькие тоже. Вот они тоже сейчас стоят в нашем музее. Есть ли какие-то экспонаты, которые можно назвать уникальными? Ну, можно называть все экспонаты уникальными. По-своему каждый интересен, имеет свою историю. У каждого своя история, так мы являемся. Это музей, единственный музей космонавтики авиации в Якутии. Вот поэтому все экспонаты очень интересные. И о многом рассказывает каждый экспонат. А вообще, как музей влияет на развитие творческих способностей детей? Вот за это время, я знаю, что очень много детей было заинтересовано именно темой космоса, ракетомоделирования. Они вот приходили в музей, смотрели, конечно же, знакомились. Вот как это повлияло на их творческую способность, может быть, на будущую судьбу и так далее? Ну, здесь вот дети начинают... То есть, не каждый может стать лётчиком-космонавтом. Это очень узкое направление. Наши дети сначала рисуют, лепят пластилином глиной. И потом начинают уже на техническое творчество. Там дети своими руками делают ракеты, самолеты, которые запускаются вверх. Да, которые же могут, например, быть радиоуправляемой моделью и так далее, да? Да, там специальные такие двигатели есть. И дети запускают такие ракеты. У нас это соревнование по этой ракетам модельный спорт называется. Там очень много детей соревнуются. И ещё с выходом на Россию тоже есть соревнования вот такие по ракетам модельному спорту. Ну, я знаю, что Ваш музей действительно очень уникальный. И в нём побывали тоже очень известные люди. Даже космонавты, да, приезжали в гости? Да. В нашем музее вот в 2006 году приехал Арман Арманенко. Это герой России, лётчик-космонавт. А в 2011 году Олег Кононенко. Этот лётчик-космонавт, который играл на хомусе, на космосе. Да, мы все знаем о нём. И в 2019 году второй раз приехал Арман Арманенко. Это у нас было 45-летие основания музея космонавтики и авиации. И в прошлом году к нам приехал Сергей Авдеев. Тоже лётчик-космонавт, герой России. И в этом году, в юбилее, летом, которое должно пройти в июне, тоже планируется. Приезд очень интересных гостей, да? Да, очень интересных гостей, да. Ну и, конечно же, вот и сам музей, и приезд таких известных людей, я думаю, что он уже сам по себе является стимулом к тому, чтобы дети действительно проявили интерес, да, заинтересовались. У них появилось стремление, да, что-то делать, освоить, может быть, часть какой-то профессии, связанной с космосом и так далее. Угу. Наши вот кружковцы ещё, помимо этого, проводится кружок полёт, это кружок экскурсоводов. И, помимо этого, ещё каждый год проводится такой интересный конкурс, юный бортпроводник называется. Там дети чувствуют себя как самолёт, это как должны вести себя сотрудники, да, вот, лётчик и там ещё стюардессы, как они должны, как они там работают, то есть на этот конкурс, тоже республиканский конкурс. То есть как правильно встретить гостей, да, как себя вести, как, например, обслуживать, да, как оказать первую помощь, да? Да, там всё ведётся, и помимо этого ещё очень много конкурсов, которые направлены именно на аэрокосмическое образование, то есть там по возрастным категориям дети с малых лет, они уже понимают, что такое аэрокосмическое образование. Они вот, космические приключения там дети делают с аппликацией, там рисуют про космос, мечту, там. Ещё научно-практическая конференция у нас проводится, космос вчера, сегодня, завтра. И ещё вот ракеты-модельные спорта, да, я вот рассказывал, это ежегодно мы тоже проводим, такой интересный по пяти видам. Мы проводим там тормозная лента, парашют, ротошют, дертаплан и копии вот ракет, который, ну, дети сами смонтировали из бумаг, и они вот с этими, с этими, всеми документами там, ну, перед судьями они рассказывают масштаб, насколько сантиметров они уменьшили эту ракету, и всё это они защищают. Ну, как должно быть, как выглядит настоящее, как по-настоящему выглядит таргет, они просто это уменьшают, делают из бумаги и рассказывают нам. Ну, музей такого рода, музей космонавтики, да, в вашем селе, я думаю, является объектом притяжения гостей из других улусов, да. Наверное, ребята часто к вам приезжают с экскурсиями, для того, чтобы посмотреть, познакомиться с музеем. Да, в нашем музее не только с нашей республики, но и со всей России. Даже со всей России приезжают дети. Да, как мы видим, вот, даже сами космонавты, лётчики-космонавты вот к нам приезжают каждые три года, да, так сказать. И, ну, дети с разных улусов и из города Якутска, вот каждую неделю почти, да, участвуют в наших конкурсах и посещают вот наш музей космонавтики и авиации. То есть он стал центром притяжения, своеобразной меккой, да, куда собираются и приезжают дети, которые интересуются вот астрономией, космосом, ракетостроением, моделированием, да, и так далее. Да, 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 сразу узнают, говорят, ой, ну, это же, можно сказать, достопримечательность наша республиканская. Ну, и в этом году, я знаю, что шесть лет должно исполниться, как был создан детский технопарк. Ага, да, Депутинский детский технопарк имени Василия Васильевича Никифорова-Колюминюр. Ну, там по документам с 17-го года мы работаем, плодотворно нашли работу с 18-го года, но там ведется по трем направлениям. Это естественно-научная, художественная и техническая. Там дети занимаются, вот, близлежащие улусы наши, которые, они приезжают по 15 детей и учатся, вот, основную в нашем школе, да, общее образование, и после обеда занимаются в наших кружках технопарке, да. В этом году, как мы знаем, исполнилось 90 лет первому космонавту в мире, нашему Юрию Гагарину, да. Какие мероприятия были посвящены этой дате? Я думаю, что музей и технопарк не прошли мимо этого. Да, вы правы. В этом году, вот, 90 лет Юрия Алексеевича Гагарина и 50 лет основания музея космонавтики, все наши мероприятия, которые мы проводим, они посвящены именно вот по этим двум датам мы проводим, которые вот и космические приключения, и космос рядом, и интеллектуальная игра. Такой еще интересный конкурс есть. Дети снимают фильмы. Смотрите, мы их в кино называется. Там дети снимают короткие фильмы. Короткометражки. Да, короткометражки. И в этом году дети снимали про Юрия Алексеевича Гагарина, детство Юрия, как он летал, как он приземлился. Дети, они сами снимают на своих телефонах, и, ну, так... Монтируют. Монтируют и отправляют нам. Ну, очень интересные вот. Очень много работ поступило, да? Ну, и я знаю, что к 12 апреля традиционно, да, к Дню космонавтики у вас планируется очень много мероприятий. Обо всех мы, к сожалению, наверное, не успеем рассказать, да? Ну, в том числе и республиканский форум дополнительного образования, Космос Старт. Я знаю, что конкурс исследовательских работ у вас будет. Даже космический диктант так интересен, например, для меня, да? Давайте расскажем хотя бы о некоторых из них. Ну, сейчас уже проводится вот форум именно вот дополнительного образования, который называется Космос Старт. С 3 апреля она уже вот дан старт, поехали, с флешмолом мы начали. И все эти вот мероприятия, которые, вот вы сказали, классные часы, посвященные именно по космонавтике. Там еще и космический диктант, там все участвуют, абсолютно все жители нашей республики. Здорово. И там викторины, мероприятия, мастер-классы, все это вот с 3-го уже проводится. И заключительный, в 12 апреля, ко дню космонавтики, там будет очень интересное. Это именно заключительный этап нашего форума. Там проводится вот республиканский чемпионат по ракетомодельному спорту. И в это время наши вот ведущие ракетомоделисты, это Никитин Дермидон, Твенц-Хангаласкова, Луси, Максим Замершуков, Алексей Тимофеев, вот эти наши ведущие ракетомоделисты, они проводят мастер-классы детям, которые вот в 12 апреля приедут к нам. И помимо этого еще в этот день будет такой интересный, театрализованный, такой тоже короткий, это написала наш кружковец, Айлана Шостокова, «Кузнечик на луне». Да, это дети тоже, они сами должны это показывать нам в это время. Театрализованное представление. Театрализованное представление. Это она сама написала это представление на 20 минут. Это ученица шестого класса написала. Ну вот видите, даже творческие способности раскрываются не только, получается, по технической части, но даже и в литературной. То есть настолько широк спектр, например, областей, которые дают стимул именно тема космонавтики, тема космоса. Ну а вот я слышала, что конкурс проводится в эти дни. Ребята уже опоздали и еще могут, успевают принять участие в конкурсе, который вы проводите. Да, сейчас у нас конкурс «Космос» вчера, сегодня, завтра. Мы пока принимаем заявки по положению, и она заканчивается 15 марта. 15 марта? Прием заявок. А, может, апреля? А, апреля, извиняюсь. Разволновался чуть-чуть. И вот в заключенном этапе там еще должны принимать участие вот наше руководство. Вот и директор Ириспульканского ресурсного центра, это и Теркашина Ирина Васильевна, и заместитель директора Данил Иванович Жирков, это родной сын Ивана Даниловича Жиркова, основателя музея космонавтики. Там тема будет очень интересная, и перспектива нашего образовательного центра и музея космонавтики и авиации. Ну, я думаю, что вы, конечно же, приглашаете принять участие в мероприятиях юбилейных вашего музея. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный информативный такой рассказ о юбилее музея, Дорогие друзья, это была программа «Якутская сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.